Друзья, привет всем! Рад приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами посмотрим на новиночку в мире, я бы сказал, бюджетных смартфонов от Xiaomi. Это 13 серия, самый бюджетный смартфон в 13 серии Redmi Note 13. Премьера его была совсем недавно, была распродажа, и я сразу же решил его заказать. Заказал его как второй смартфон, рабочий. Смотрите, много лет уже пользуюсь смартфоном Xiaomi Mi 9 SE. Во всем он меня устраивал почти 5 лет. Вот он у меня как новенький, потому что, повторюсь, это у меня рабочий смартфон. Но в последнее время стал немного он притормаживать, решил я его обновить. Всегда стараюсь покупать именно Xiaomi. Детям всегда смартфоны Xiaomi беру, им обычно каждые 2 года обновляю. Поэтому, недолго думая, решил заказать именно Xiaomi и Redmi Note 13, самую простенькую версию. И знаете что, мне интересно, сколько он сейчас стоит. Сэкономил ли я, купив его на распродаже. Версия у меня 8 гигабайт оперативной памяти, 256 встроенный, цвет черный. Доехало все в целости и сохранности. Понятно, сверху был еще воздушный такой пакет. Все запечатано, все в пленочке. И давайте посмотрим стоимость. Так, смотрите, вот у меня заказы. Заказывал я одновременно смартфон. И там же на распродаже были часики Redmi Watch 4. Вот они также упакованы. О них я, наверное, в отдельном видео потом расскажу. Ну, смартфон приехал 16 февраля. Часики пораньше приехали. И смартфон заказывал я, получается, 24 января. То есть, примерно 22 дня доставка заняла. 14 753 рубля заплатил я за эту версию. А сейчас цена... Так, 8 256, черный. Стандарт 25 260. Ну, понятно, что цена не такая. Здесь есть, конечно же, купон. Вот, купон на 8 500. Итого получается где-то 16 800. Сейчас-то такая версия обойдется. То есть, 2000 я в любом случае сэкономил. Вам тоже рекомендую заказывать вот такие вещи. Смартфоны, гаджеты какие-либо. Именно на распродажах. Если что, в описании под видео оставлю ссылочку на свою группу ВКонтакте. Где я периодически публикую информацию о распродажах. Рекомендую подписаться. Буду рад, если вы это сделаете. На сам смартфон, конечно же, ссылочку оставлю на проверенного продавца. Это официальный продавец Xiaomi. Если что, сможете перейти, посмотреть сами стоимость, почитать отзывы. Ну, и при желании заказать. Давайте сразу быстренько пробежимся по характеристикам, раз уж открыл. Итак, это глобальная версия. Процессор здесь Snapdragon 685, 6-нанометровый, 8-ядерный. Экран 120 Гц, Full HD, 6,67 дюйма. AMOLED 2400 на 1080 пикселей. Оперативка. Различные варианты есть. Я взял побольше, потому что мне память нужна побольше именно для работы. Камера тройная на 108, на 8 и на 2 мегапикселя. И фронтальная камера на 16 мегапикселей. Аккумулятор 5000 мАч. Быстрая зарядка 33 Вт. MIUI 14 на базе Android 13. Двойные динамики Dolby Atmos. То есть здесь стереозвук даже присутствует. И есть разъем для наушников. Для бюджетного смартфона, скажу, характеристики неплохие. Bluetooth 5.1, Wi-Fi и К-порт. Нет NFC. Я взял версию без NFC. С NFC, по-моему, рублей на 800 дороже. Но мне NFC здесь не нужен. Потому что, опять же, повторюсь, он мне нужен для работы этот смартфон. Ну и здесь ниже уже более подробно о всех фишках нам Xiaomi рассказывает. Давайте, наконец, открывать. Смотреть комплектацию смартфончика. Сверху сразу нас встречает вот такой. Конвертик толстый. Здесь скрепочка для извлечения лотка под сим-карту и microSD флешку. Макулатура различная. И есть чехольчик. Вот за что я люблю Xiaomi, что у них всегда со смартфонами идут чехлы. При этом раньше чехлы были прозрачные в комплекте. А сейчас, смотрите, обалденный качественный чехольчик. Он такой матовый, приятный на ощупь. Надпись Redmi серого цвета. Здесь полосочки имеются. Опять надпись Redmi. Дизайн by Redmi. Ну, молодцы. Не надо покупать. Я даже, наверное, отдельный чехол покупать не буду. Так, сам смартфончик. Здесь характеристики вкратце. Тройная камера. Максимальная на 108 мегапикселей. Full HD 120 Гц. Тонкие рамки. Сканер отпечатка пальца, встроенный в экран. Также здесь Snapdragon процессор. 33 Вт. 5000 мАч. Что у нас еще имеется? Быстрая зарядка на 33 Вт. Пленочка сверху есть. Да. Ну и вот такой кабель. USB-A, USB Type-C. В принципе, здесь все. Достаем смартфончик. Ух ты. Какая глянцевая здесь задняя стенка. Конечно, будут отпечатки собираться. Пленочку сразу тоже уберем. Ну, выглядит достойно. Мне, в принципе, нравится. Крышка здесь пластиковая. Боковые грани также пластиковые. Они здесь вот такие вот матовые, черного цвета. Стоит. Три модуля камер. Вот такие два громадных. Смотрите, как сильно камеры выпирают. Один поменьше. Вспышка. 108 Мп. Вот смотрите, уже сколько отпечатков собралось. На этой грани качелька регулировки громкости. Кнопка включения. С этой стороны ничего нет. Снизу динамик, микрофон. Разъем Type-C для зарядки. Слот для сим-карт. Сверху также динамик, то есть здесь стерео. ЭК-порт. И разъем 3,5 джек для наушников. Давайте посмотрим на лоток сразу. Лоток здесь получается либо под SIM-1 и SIM-2, либо SIM-1 и microSD флэш-карта. То есть, либо две симки, либо симка и флэшка. Ну, мне 256 гигабайт будет за глаза. И симка у меня здесь будет стоять одна. Давайте включим. Он должен быть, конечно же, заряжен. Все, включение пошло. Ну и, как обычно, я удаляюсь. Недельку, наверное, смартфон потестю. Похожу с ним и вам уже свои впечатления расскажу. Итак, друзья, потестировал я Xiaomi Redmi Note 13 около 10 дней. Поначалу было непривычно. Все-таки он крупненький для меня. Я привык вот такими маленькими смартфонами пользоваться. Но сейчас уже привык. В руке лежит удобно. Не скользит. Не вылетает. Чехольчик матовый, приятный. Экран здесь защищает. Примерно на миллиметр выступает. Камеры также защищены. На экране с завода имеется защитная пленочка. То есть, покупать не надо. И, кстати, сейчас на него цена даже дешевле, чем я покупал на премьере. Потому что сейчас идет распродажа. Если надумывали вдруг купить новый смартфончик, рекомендую это сделать именно сейчас. Если что, ссылочку я на него в описании под видео оставлю. Сканер отпечатка пальца срабатывает моментально. Ни разу у меня с ним проблем не было. И распознавание по лицу. Смотрите. Также моментально срабатывает. Экран яркий. Даже на ярком солнце при максимальной яркости на экране все хорошо видно. Автояркость работает. Вот такое здесь меню. В принципе, здесь все стандартно для 13-го андроида. Но буквально сегодня прилетело обновление HyperOS. Это новая оболочка от Xiaomi. И смотрите. Все. Скоро он обновится. После записи видео я его обновлю. В первые дни этого обновления не было. Буквально сегодня проверил и оно появилось. Хранилище у меня уже на 87 гигабайт занято. Все свои приложения я сюда установил. Так. Давайте проведем, наверное, несколько тестов. Посмотрим на характеристики еще раз. Redmi Note 13. Система Android 13. Процессор Snapdragon 680. 6-нанометровый. 8 ядер. Аккумулятор. 5000 мАч. Связь. Стандарт Wi-Fi 5. 5 ГГц поддерживается. Экран 2400 на 1080 пикселей. 120 Гц есть. Память. Камеры. Вот столько здесь различных датчиков. И давайте тесты. Экран. Заливка равномерная. Цвета яркие. Экран здесь действительно неплохой. Мультитач. Мультитач на 10. Касаний. Вспышка. Работает. Динамик. Ну, к динамикам я чуть позже вернусь. Мы с вами музыку обязательно послушаем. Ушной динамик. Есть. Что тут еще интересного? Световой датчик. Световой датчик работает. Отлично. Близость уха. По смартфону разговаривал. Никогда проблем не было. Вот я подношу руку. Сразу срабатывает вибрация. Тест отпечатка пальца. Есть. Ну и остальные тесты не вижу смысла проводить. Так. Что касается игр на смартфоне. Это не флагман. Но игрушки тянет. Понятно. Сабвей серф без проблем. Играется приятно. Экран большой. Яркий. НФС. Ну, давайте НФС я, наверное, запущу. Здесь графика высокая. И даже на большой скорости, когда едешь, ничего не тормозит. Ничего не лагает. Играть действительно приятно. Смотрите, какая высокая графика. И заметьте. Машинка спокойно едет. Ничего не подлагивает. Не притормаживает. Включая нитро. Врезался. Я, конечно, не игроман. Я в смартфоне на игры вообще не играю. Ну и на компьютере, в принципе, тоже. Но специально сюда игрушки установил, чтобы вам показать, насколько хорошо Redmi Note 13 их тянет. Смотрите, ни разу не дернулось. Ни разу ничего не подвисло. Genshin. Запускать не буду. Долго грузится. У меня в нее играет дочь. Я сюда специально установил. Попросил ее поиграть. И она мне сказала, что в Genshin реально играть только на минимальных настройках. На минимальных ничего не тормозит. Не подлагивает. Но ей не понравилось. Потому что графика уже не та. На средних и на максимальных настройках уже немного появляются лаги. То есть начинает притормаживать картинка. И Critical Ops. Знаю, многие в эту игрушку играют. Здесь что хорошо. Наверху видно FPS. И можно смотреть, просаживается FPS или нет во время игры. Я не спец по таким играм. Но давайте вам тоже продемонстрирую, как смартфон ведет себя именно в этой игрушке. Ну что, погнали. Вот здесь в углу видим FPS. Так. Приготовьтесь. Ага, что-то пошел. Все, двигаемся. Меня, наверное, сейчас сразу застрелят. FPS практически всегда 60. Ух ты, это я так стрелял. Где противник, где противник. Есть. Есть. Видимо, он был не в игре. Ну, FPS, как вижу, не просаживается. Даже меньше 50 не падает. Так, есть, 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 есть. Хэдшот. Я думаю, с играми все понятно. Играть, в принципе, можно. Вернемся к экрану. Вот так вот передает картинку экран Redmi Note 13. Смотреть видео, в принципе, будет в удовольствие. Углы обзора замечательные. Все цвета яркие. Давайте найдем что-нибудь поинтереснее, поярче. Вот, на этой картинке хорошо видно. Детализация хорошая. И пиксели здесь незаметны. И давайте, конечно же, послушаем динамики. Какой же здесь звук. Динамики здесь действительно громкие. По крайней мере, мне громкости хватает за глаза. Dolby Atmos работает. При включении Dolby Atmos звук становится немного объемнее, что ли. Давайте что-нибудь другое включим. Вот, попробую продемонстрировать. Конечно, не хватает немного басов. Ну, как немного. По-моему, басов здесь вообще нет. Но, в принципе, для бюджетника звук, я бы сказал, хороший. И по камерам. Вот такие настройки в камерах. Здесь есть у нас документы. Документы. То есть, можно документы фотографировать. И он сразу будет располагать. Документ ровно. Как будто бы вы его отсканировали. 108 мегапикселей. Видео. Максимум Full HD 30 кадров в секунду. Здесь сразу можно и зум регулировать во время съемки видео. Фото. Есть ширик. Есть зум трехкратный. И вот таким образом можно до 10 приближать. Портретная съемка. Ночная фотография. И еще открывается профиль. Видеоклип. Панорама. Замедление. Таймлапс. Портрет. Фронталка. Привет. Сейчас увидите несколько фотографий и несколько видео на этот смартфон. Специально и днем пофотографировал. И ночью. И видео в различных условиях поснимал. Посмотрите и уже сделайте для себя вывод. Можете в комментариях написать, что думаете о фото-видео с этого смартфона. Я считаю, что для бюджетника фотографии и видео получаются достаточно хорошие. Вот так записывает видео Redmi Note 13 Full HD 30 кадров в секунду. Записываю с руки. Держу смартфон одной рукой. Шагаю. Рука сильно трясется. Надеюсь, стабилизация справляется. Давайте проверим зум. Он здесь максимум шестикратный. Убавляем. Вновь шагаю. Ну и давайте против солнца. Сегодня солнечная погодка. Шагаем. И, конечно, давайте проверим фокусировку. Так. Есть. Еще раз. Есть. Фокус работает. Вот так записывает видео уже широкоугольная камера. Full HD 30 кадров в секунду. И фронтальная камера. Также Full HD 30 кадров в секунду. Записываю с руки. Шагаю. Надеюсь, что фокус здесь тоже работает на фронтальной камере. Давайте в эту сторону. Ох, меня солнце слепит. Я ничего не вижу. Видео в вечернее время суток. От фонарей светодиодных вижу мерцание. Не знаю, на записи будет или нет. Маленько пройдусь. Надеюсь, стабилизация работает. Также записываю с руки. И то же самое, только на фронтальную камеру. У фронталка в видео ночью пишет, конечно, я вижу не очень. Света ей не хватает. Меня практически не видно. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok И какой я могу сделать вывод? Я считаю, что смартфон получился замечательный. Для бюджетника вполне хватает и памяти, и быстродействия. У меня смартфон ни разу не завис, не лагал. Мне для работы будет он самое то. Думаю, что этого смартфона мне теперь года на 3-4 хватит. Надеюсь, видео вам было интересным и полезным. Если это так, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, впереди много интересных видео. Встретимся в следующих видео. Всем отличного настроения. Будьте здоровы. Всем пока-пока. Друзья, небольшой пасскриптум установил HyperOS. Что изменилось? Изменился стиль отображения экрана блокировки. Понятно, здесь можно под себя все настроить. Здесь фоновое изображение поменялось. В настройках о телефоне отображение изменилось. Здесь вроде бы все осталось как и прежде. По меню тоже ничего нового. Но в камере тоже все как и прежде. И самое главное изменение, которое я заметил, это доступ к быстрым настройкам. Теперь здесь все стало похоже на iPhone. Понятно, здесь можно под себя настроить. Какие-то ярлычки убрать. Какие-то добавить. В остальном я пока изменений не заметил. Минут 10 в смартфоне посидел. Ничего не зависает. Не тормозит. Никаких лагов я не заметил. Если вдруг у вас какие-то вопросы по HyperOS есть, пишите в комментариях. Обязательно постараюсь ответить. Вот на этом теперь точно все. Видео закончено. Всем пока-пока.